В шестнедельной отечественной войне исключительное мужество и отвагу проявили сотни бойцов, изгнавшие армянских оккупантов с территории Азербайджана. Многие отдали жизнь за родные земли. Одним из храбрых сынов Азербайджана, славживших голову за родину, является Турхан Аллахвердиев. Он героически погиб в бою за освобождение Шуши. Азербайджанский шехид предан земле на кладбище в родном селе Иникбухан Гедабекского района. Вечная слава, вечная память героям-освободителя. Министерство культуры Азербайджан начало работу по подкатковке номинационного досье с целью включения исторического центра Шуши в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Министерстве культуры Азербайджана. Включение Шушинского историко-архитектурного заповедника, созданного в 1977 году по инициативе общенационального лидера Гидара Алиева в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году, является одним из важных шагов в этом направлении. В Шушинский историко-архитектурный заповедник входят такие папеньки, как мечети Юхары и Ашага Гёфарага, дом дочери Хана Натаван, дворец Карабахского Хана, мавзолей Вагифа, дом Мирзисалах Бея Зухрабекова, курган Шуша, пещерный стан Шуша, крепость Шуша и другие. Список Всемирного культурного наследия создан на основе конвенции ЮНЕСКО 1972 года по охране мирового культурного и природного наследия. Указанная конвенция определяет тип природных или культурных мест для принятия в список Всемирного наследия, а памятники места, имеющие выдающую универсальную ценность, заслуживают того, чтобы это общечеловеческое наследие было объявлено. Министр обороны Азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов в четверг 12 ноября встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим Российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджана России, пемьер-министра Армении. Об этом, как передает канал 13, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. В ходе встречи обсуждались вопросы организации осуществления миротворческой миссии. Отметим, что специальный раздел «Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе» появился на официальном сайте Минобороны России. Также напомним, что за минувшие сутки в Армению в рамках миротворческой операции были доставлены еще 372 российских военных и 53 единицы техники. Всего на данный момент перевезено 817 военнослужащих и 119 единиц вооружений военной техники, 8 вертолетов армейской авиации Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24. Накануне российский миротворческий батальон уже вошел в Ханкинде. Согласно трехстороннему соглашению между Баку, Ереваном и Москвой, в Карабахе будут располагаться 1960 российских военнослужащих. Реализация трехстороннего соглашения по Карабаху и процесс окончательного решения проблемы – дело ближайшего будущего, и Армения должна со всей серьезностью быть готова к этому. Об этом говорится в заявлении первого президента Армении Ливона Терпатрасяна. Что касается трехстороннего соглашения между Россией и Арменией Азербайджаном по Карабаху, которое стало причиной внутриполитической конфронтации, то к нему нужно относиться как к свершившему факту, принимая во внимание то обстоятельство, что благодаря ему завершилась война и не будет новых жертв, говорится в заявлении. Терпатрасян призвал власти и оппозицию к разрешению существующего кризиса исключительно конституционным путем, отметив, что наилучшим выходом было бы обоюдное согласие сторон. Он также подчеркнул, что Армянский национальный конгресс не является ни стороной, ни участником очевидной борьбы за власть. В отличие от Ливона Терпатрасяна, Армянская революционная федерация Дашнак Цютюн призывает граждан Армении не поддаваться на провокации и не отчаиваться в создавшейся обстановке. Заявление, подписанное пемьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября – ничто иное, как пораженческий и унизительный документ. Величайшее преступление перед народом. Он ставит под угрозу право грядущих поколений жить в независимой стране, строить достойное будущее. Для спасения положения необходим уход пемьер-министра без потрясений, говорится в заявлении. Партия считает, что пемьер Армении уходит от ответственности и пытается продлить свое пребывание у власти. Он должен уйти, чтобы политическое поле страны могло объединить весь потенциал народа и выйти из создавшейся ситуации. В свою очередь, общество должно быть бдительным и не поддаваться на провокации, говорится в заявлении Дашнак Пцутюн. Укреки в сторону России в предательстве из-за якобы недостаточной поддержки Армении при решении конфликта в Нагорном Карабахе абсолютно несостоятельны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в опубликованном в пятницу интервью телеканалу Russia Today. Москва не считает и президент Азербайджана Ильхам Алиева, и пемьер-министра Армении Никола Пашиняна, друзьями России, заявил Песков. Песков считает, что минская группа ОБСЕ предлагала формулы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, принятие которых несколько лет назад позволило бы избежать кровопролития. По его словам, военные операции в регионе предшествовали многие годы попыток сопредседателя минской группы ОБСЕ и в первую очередь России предложить некие формулы урегулирования. По словам Пескова, подписанию трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху предшествовало много дней напряженной работы. Роль президента России Владимира Путина в подписании была ключевой. Путин проводил телефонные разговоры с президентами Азербайджана и Армении. Это длилось не один день, добавил Песков. Слова посла Азербайджана в России о сбитом зоне конфликта в Карабахе российском вертолете неуместны. Об этом заявил издание Азертач помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хихмет Каджиев. Комментарий посла Азербайджанской республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связям Азербайджан-Россия, сообщает издание Сосоке Нагаджиева. Помощник президента Азербайджана рассказал, что после крушения российского МИД-20 президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор. В тот же день МИД Азербайджана выступил с заявлением. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения вертолета. Также Генпрокуратура России и Азербайджана провели телефонный разговор и обсудили ход следствия. Страны обмениваются информацией о расследовании крушения. Отметим, что 12 ноября посол Азербайджана в России Пол Ангель-Блоглы, комментируя крушение российского вертолета в Карабахе, сказал, что на войне как на войне, всякое может быть. Позднее МИД России ответил на заявление посла. Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип на войне как на войне, то ответ был бы крушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях. Также в МИД РФ заявили, что ведомстве исходят из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких смысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом. Министерство также отметило, что ожидает скорейшей реализации заверений президента Ильхама Алиева о расследовании произошедшего. После разрешения Карабахской проблемы Турция начнет строительство железной дороги в Нахчевань. Как передает канал 13, об этом турецкому агентству Анадулу сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Карай Смайлоглу. «На фоне последних событий в Азербайджане мы планируем построить железную дорогу в сторону Нахчевана и завершить предварительные исследовательские работы по запланированной железной дороге в данном направлении», – подчеркнул Карай Смайлоглу. По словам турецкого министра, предусматривается также проведение работ на действующей железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карси.